Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня предельно важное видео, тем более для сезона. Натуральные средства и меры защиты от энцефалитных и бролезных клещей. Про клещей у меня уже было видео на моем YouTube-канале. Вот это, посмотрите его потом непременно. И ведь эта информация не фейки, а факты, что в том числе подтверждали потом люди, писав мне под это видео, из разных уголков России. Но сейчас данное мое видео о другом, о натуральных средствах защиты от клещей. Клещи, дорогие товарищи, это не насекомые. Они относятся не к классу насекомых, а к классу паукообразных, чтобы вы знали. Но оба эти класса, а также третий, класс ракообразных, относятся к типу членистоногих. Это для грамотности, что называется. А то некоторые даже люди думают, совершенно серьезно говорю, что насекомые это не животные. Хотя учились в школах, даже советских. Клещи переносят два основных опасных и широко известных заболевания. Это энцефалит, это вирусное заболевание, и боррелиоз, то есть болезнь Лайма, это бактериальное заболевание. Мало кто знает о серьезности заболевания боррелиозом, которое может привести к полной инвалидности, к полному параличу. Кстати, ссылка на методики лечения будет дана в описании под этим видео. Путь, пока клещ доберется от места прикрепления на одежду до незащищенного участка тела, длится в среднем от 4-5 минут. Поэтому проверять и осматривать себя надо в походах в лесу постоянно. Осматривайте друг друга. Нужно заранее минимизировать оголенные участки тела при походах в лес. Брюки, штаны надо заправлять высокие и прочные плотные носки. Противомоскитные сетки забрало желательны. Нужно осматривать все стыки одежды, по которым клещ может добраться до тела. Особенно важно быть бдительным в зонах высоких концентраций скоплений клещей. Клещи сидят и подкарауливают свой объект охоты на высоких травах и кустарниках, особенно на одиночных. По весне пока трава сухая и только отдельные экземпляры высокие. Животные проходят, цепляются и клещ переходят на него. Ну а также точно на людей. Места для их засад это тропы для животных, низ поваленных деревьев над тропой, лесные поляны, просеки. Им нужно тепло, тогда они более активны, потому они любят светлые участки, прогреваемые солнцем. Любят они влажные места, участки вдоль рек, где высокая трава. Особенно сухая, прошлогодняя, по весне. Весной клещи наиболее голодные, так как после зимы приходит период спаривания и развития потомства. Клещи хорошо чувствуют запахи, потому нам это и нужно использовать, а именно резкие и неприемлемые для них запахи, потому как они боятся специфические запахи, и скоро вы узнаете, какие именно. Химические средства защиты я разбирать не буду. Да, например, акрецидные вещества клещей убивают, но и нас они тоже убивают, правда, постепенно. Кстати, с ними надо работать в противогазах, резиновых перчатках и иных средствах защиты, даже по инструкциям к ним. Пиритроидные препараты, например, альфа-циперметрин, обычно 25-процентный, для обработки одежды клещей используются очень широко. Есть в продаже даже костюмы с различными пропитками-концентратами, но все это вредно, это сплошная химия. Убивающая всех насекомых, убивающая и нас. А сейчас послушайте маленькую рекламку моего второго канала, «Жизнь на земле» он называется. И я советую вам посмотреть данное видео, очень интересное, оно такое информативное, сжатое, что мы, это я и мой коллектив, сделали на нашей земле в Пушкинских горах Псковской области за последние две недели. Вы увидите систему из четырех прудов. Мы приступили к строительству и уже сделали новой дороги 200 метров. Увидите наши электротрециклы, которые очень нам помогают в работе. Как копали четвертый пруд и нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. А также как была устроена в 60-е годы система мелиорации бывших болот, чтобы на их месте были поля. Какие мы привезли валуны для украшения прудов и камни для будущих кострич. Как живут наши куры в нашем новом курятнике. Откуда мы перевозим плодородную почву для наших теплиц. Ну и как мы начали копать новый колодец на уникальной родниковой жиле, которую нашли недавно лозоходцы для наших новых кур. Посмотрите, будет очень интересно. Ссылочка на данное видео, которое находится на моем втором канале «Жизнь на земле» будет под этим видео. Природные же средства не убивают, но гонят клещей. А нам ведь важно что? Чтобы клещи нас не укусили и чтобы здоровье свое не убить при защите от них, не так ли? А коли так, то тогда вот вам самые эффективные из доступных и безопасных средств. Первое. Жидкий дым. Он условно безопасен, но менее чем та химия, о которой я говорил выше. Он работает от часа до двух, обычно не более полутора при хорошей концентрации нанесения. Работает довольно-таки неплохо. Жидкий бальзам «Звездочка» работает до двух часов тоже неплохо. Ну а эфирное масло «Гвоздики» наиболее эффективное средство. Оно гораздо выше «Звездочки» и тем более жидкого дыма. И по времени эффективности он лучше, так как держится дольше всех. Эффективное время до шести часов после нанесения. Эфирное масло «Гвоздики» надо смешать с этиловым спиртом пополам. И уже распрыскивать через поливизатор, спрей на одежду и руки. Эфирное масло также можно развести с каким-либо жиром, например, с любым растительным маслом, и тогда натирать, но уже, конечно, не одежду, так как масло, но руки, лицо можно. Деготь, чтобы вы знали, не работает от клещей, от комаров, мошки, работает и очень хорошо. Например, разведенный с любым растительным маслом пополам. Потом это наносится на кожу. Так делают охотники и жители глухих таежных поселков. Кстати, у меня есть видео про защиту от комаров. Вот оно, посмотрите его потом. И, кстати, муравьиную кислоту, о которой я там говорил, от комаров можно покупать и в аптеках, и у пчеловодов. Клещи же не боятся муравьиной кислоты, знаете это. Цветы пижмы могут работать, можно из нее делать настойки или вытяжки. Керосин работает, но слабее и жидкого дыма, и тем более эфирного масла гвоздики. Зола древесная клещей раздражает. Микрочастички золы просто перекрывают дыхальца клеща. Зола отпугивает клещей, но не убивает их. Так, таежники посыпали раньше золой все стыки между одеждой, а также в сапоги. Дорогие друзья, хотите, чтобы я сделал видео о том, что же делать, какие первые меры, если вас укусил клещ? Был и у меня такой случай. Алгоритм я могу дать. Стоит ли делать прививки от энцефалита? Напишите под этим видео. Если вы хотите, чтобы я такое видео снял, так и напишите. Хочу, чтобы вы сняли видео. Или сделайте видео о том, что делать, если вас укусил клещ. Для вас написать это несколько секунд, а для меня важная обратная связь, чтобы я свое время не тратил зря. Может быть, это не будет интересно никому или малому числу людей. Поэтому не ленитесь пишите. А также, кстати, я могу сделать видео про главную причину потери мышечной массы. И как же замедлить этот процесс естественными натуральными мерами, а это возможно. У меня есть мини-инфопродукт на тему лечения боррелиоза. Вот он. Ссылка будет в описании. Есть на нашем сайте надgar.ру и хорошее натуральное средство от комаров, мошки и клещей. Вот оно. Есть прекрасный препарат фирмы Dualife, который мы представляем, созданный только из специфических трав и их компонентов. Это боррелиспроп против боррелиоза. Вот мыло с эфирами гвоздики для мытья рук отлично подойдет на природе в походах, на дачах. А для защиты сада, участка используют следующие вещества под общим названием авермектины. Это биологические или частично биологические средства защиты для садов, лесополос, пролесков, полян от клещей. И если нет дождя, то после обработки такие средства эффективны до полутора-двух недель. Если прошел дождь, то не более дня после него. Также эти средства являются защитой от клещей других, любых, садовых и даже паутинных. Ну что ж, дорогие товарищи, надеюсь, что данное мое видео вам понравилось. Оно было коротким, информативным и очень важным, на мой взгляд. Прошу вас написать в комментариях, насколько конкретно это видео вам понравилось, не зря ли я провел свою работу. Если понравилось, то поставьте лайк, поддержите мой канал в продвижении и конкретно это видео. Пересылайте данное мое видео своим друзьям, коллегам, близким, тем более это сейчас так актуально. Поделитесь ссылками в соцсетях. И да, кому интересно, посмотрите 4 коротеньких видео о новых, уникальных приборах для защиты своего здоровья. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.